здравствуйте дорогие друзья давайте проверим сразу как меня слышно дайте обратную связь пожалуйста посмотрите там алисеев что-то у нас с обратной связью слышно меня алло алло похоже меня не слышно в в в в в Похоже, что не слышно меня. Меня слышно или нет? Я чувствую, что у меня тут что-то выключилось. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Вроде должно быть слышно сейчас меня. А, вот теперь я вижу. Так, слышно, да? Громко слишком сейчас мы выключим. Сейчас огнем ее точку. Так. Громче на трещит. Отлично. Чуть-чуть тише. Хорошо. Ладно, попробуем тут тише сделать, насколько это возможно. Хорошо буду говорить, не громко. 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 Вот скрипит. Ну ладно, будем говорить, как есть. Чего-то тут не подключается лучше. Сейчас я попробую еще одну настройку сделать. и наверно вообще да сейчас слышно меня нет слышно только я не вижу что меня слышно было хорошо хорошо все ясно значит не обманывать мой индикатор здесь все начали дорогие друзья может четыре минуты настраиваемся все спасибо спасибо все я сейчас включаю перехожу на вопросы только не буду отвлекаться значит всем сообщаю что я общий чат выключаю и я его не буду видеть буду видеть только вопросы ваши это такая договоренность теперь у нас сегодня такой специфический как время идет мы работаем поэтому все вебинар как вебинар специфический специфический как говорил райкин в том смысле что мы с вами уже почти месяц не встречались в живом эфире вот но такова жизнь что я бы хотел за этот период просто чего сегодня мне не было я сейчас пока настраиваться проскочила моей голове что пришел мы участвовали в конференции которая проходила в министике мариной горке значит и я начали то что писал по этому поводу такая реакция была что мы еще дорогу не достроили уже поговорим о полоземном космическом пространстве дорогие друзья 40 лет назад начали говорить об этом понимаете значит 30 лет восемьдесят восьмом году 31 год даже была первая конференция по этому поводу и 2 произошла буквально недавно это не значит что мы уже начинаем инвестировать и так далее нет но об этом нужно уже начинать разговаривать ибо чтобы выйти на околоземное пространство вывести промышленность туда это очень тяжело это в разы это вообще несколько порядков совсем иная работа чем работа которую мы сейчас ведем по транспортным транспорту нового поколения причем если транспортного поколения все ощущают и видят пробках ежедневно и все больше и больше ведь то еще еще как анатолий говорит человечество не пришло к так называемому скажем интуитивно осознанному и абсолютно ясному пониманию что все все ближе и ближе подъезжаем подъезжаем подходим подбегаем к точке или чертение возврата за которой начнется колоссальная откат цивилизации и не быть готовым начать это делать в той точке это не совсем правильно и очень много зависит от там были выступающие один из два которые говорили что очень важно все зависит от критической массы поэтому давайте это отложим сейчас мы об этом еще поговорим когда будет время об этом может быть что-то будет сказано показано на экофесте но это надо делать уже вчера поэтому и состоялась эта конференция я очень рад что там удалось поприсутствовать мы пока были как гости вот но на следующей конференции мы уже будем как участники это будет время может быть даже будем соучили ну как высок организаторы но это время покажет кто будет и как будет может приводить доли из одного кабинета другой доли из одного кабинета другой а зачем переводить они и нет в одном кабинете другом марина вы думаете наверное что доли переводить доступ доля они как были евразия не так как и есть и у вас есть отображение доступ к сертификат даже не сертификата к реестру ваших доли или акций он в том кабинете в каком вы находитесь и вот капитал в капитал если вы в свете по свете если вы раз в этом у вас вырос в вот и значит поэтому переводить их не имеет смысла они где есть там есть вы можете значит если же вот так вот по дружески отнестись то или по-хорошему задать вопрос вы хотите скорее всего не переводить доли из кабинета кабинет а доступ получить ко всем у вас допустим есть в свете есть у вас капитал есть у вас выросло но это дело техники это не так просто я думаю что может быть как-то и можно в реестре но я думаю так что до окончания этапности нет потому что скажем платформы получения разные вот когда-то может быть это объединиться на платформе на одной платформе но сегодня это не тут есть юридические нюансы не лучше отдаваться подробностей чтобы чтобы опять не сказали что я чтобы проследовали нехорошее ясно поэтому они все доли они хотя бы там находятся но они не в одном ну как бы не совсем одинаково могут оказаться в какой-то момент если он вдруг наступит все так что пойдем друзья дальше и значит начнем с токенов долгожданное долгожданное значит у нас произошло открытие так называемый блокчейн платформы кто успел успел или даже я бы не сказал успел кто не поленился и сделал это тот смог вывести по разным такими причинами я сам два дня вырвался пока я выдал свои 2000 токенов на соответствующий кабинет и смог их зарегистрировать на блокчейн платформе вот значит там есть целый ряд вопросов но суть не в этом и спешить я же вам хочу сказать некуда ровно как я это говорил и тогда когда мы в декабре и когда мы там обмен делали что это все имеет не срочность и не имеет такой что вот это должен сегодня обязательно сделать иначе завтра будет поздно этот поезд и мне не опоздать на этот поезд кстати мы вернемся еще и к разговору о том кто поспешил кто не поспешил и почему ну вот можно так рассуждать к этому еще прием поэтому ничего не надо сильно расстраиваться кто это еще не успел сделать вот таким образом значит что еще хотелось бы сказать она давайте начнем смотреть мое представление и комментарии все что я буду говорить дорогие друзья это мое представление и я как как и вы как любой из вас являюсь и инвестором и акционером я инвестор с октября месяца 2014 года когда сделал первую благотворительную инвестицию и я как таковой как вложением это не считал в то время впоследствии я прозрел и стал немножко умнее я так надеюсь по крайней теперь смотрите значит что я хочу здесь обозначить прежде чем мы перейдем с вами к вопросам видите я здесь показываю так называемую главную панель на главной панели есть такая картинка и которая привела без поскольку она сделана без дополнительных комментариев мне так кажется нужны были бы кое-какие разъяснения но в принципе она очень логично очень простая мы ее восприняли что уже тут мы токены приобрели мы уже вошли почему некоторые задают почему здесь 0 видите 0 долларов базовая цена 0 1 многие считают пора я считал может выделяющихся но думаю что нет и это так называемое первое размещение говорится о первом размещении когда получается я задаюсь вопрос а что же было по что что из себя представляете 2000 токенов какое-то размещение вообще-то первое ли размещение я так считаю что это было нулевое окно нулевое окно когда далее опробовали как это пойдет сколько расчет или и так далее теперь с какого фонаря взяли вот это 0 10 ну просто взяли 0 10 и все пока пока показали в этом ряду будет ли это к моменту когда будет здесь точка отсчета столько же я не знаю понимаете потому что нет белой бумаги я не знаю как обоснован этот ряд и его сильно не надо обосновать но по крайней мере логика должна быть определена скажем так есть путевая карта который мы придем там позже там увидит то есть так называемый путевая карта но нету логики описания там просто проект обозначены и временной ряд погода поэтому очень важно себе представлять и я здесь сильно себе мозги не заморачиваю но для того чтобы с вами поддискутировать хорошем смысле скажем видим аналога да ну я была смотря на ваши вопросы значит я немножко там позадаю вопросы прокомментирую но еще раз что я хочу сказать про главную панель и публичный публичный это публичное это первое размещение уже здесь как я полагаю базовое цена что до этого будет никто вам еще не сказал и мне тоже я ничего не знаю я знаю только что было 0 может быть будет еще какое-то первое может 31 и мы знаем что у нас есть период как там если кто-то внимательно смотрел до 2020 года до июня или до июля месяца когда токены не продаются мы можем торговать токены будет некий процесс накопления средств и теперь когда мы возвращаемся обратно к моим вопросам давайте сейчас пока забудем про это ну ладно я уже договорились значит второе размещение здесь обозначено что первое замещение до 60 миллионов второе размещение 100 до 125 миллионов какая реальная цена к тому моменту это здесь обозначен какой ряд будет ли здесь 0 по 10 может быть будет другое другая цена здесь базовая цена здесь будет тоже скорее всего другая цена она не таковая она здесь так называемая намерительная цена базовая обозначительная white paper она здесь эти цены все могут сдвинуться и очень сильно уже вот на первом на первом размещении и кто сказал что здесь будет первое размещение закончится 60 миллион может быть это 125 будет уже первое размещение а может быть это будет 20 миллионов я не знаю все зависит от маркетинга от того что написано сейчас здесь этого мне мало чтобы очень сильно рваться сюда сейчас размещать что-то понимаете но так зная что за ним стоит выходя в ряд той скажем инсайдерской информации которую у нас у всех есть плюс еще ну скажем поскольку мы больше крутимся у нас чуть-чуть больше этой информации а люди на рынке будут выходить они будут выходить с тем что они будут видеть маркетинговом пакете что они будут видеть белой бумаги когда с тем что они будут выходить и поэтому мне кажется что они будут видеть нападая все это кто-то в том что они будут прибыли они будут получать за то есть выражение по их требования к этим он также для того чтобы познакомиться с вами ключе и чертовок этот месяц или что они будут удобнее она ухвалась как вы Sheriff's York и Куреннинг на и так это был один из бюджетных дюджетных в 20 лет больше здесь были вот такие планеты и Я, значит, меня выбило почему-то, то ли я облом-то говорил, то ли энергетика, я не подходит интернету, выбил из интернета, я сейчас снова зашел, я повторю, значит, я начал перелистывать листики, так вот, возвращаясь обратно, где я там остановился, чат закрыт, хотите задать вопрос, перейди на вкладку вопросы, так, Москва, хорошо, так, окей, вопросы, правильно, значит, смотрите, и поэтому, конечно, и как только мы нажимаем, там в этом, на сайте, или же в кабинете на белая бумага, мы получаем то, что она пока не составлена, код 404 в бою. Таким образом, перейдем, значит, к логике, которую я тут хотел вам довести, что такое базовая цена, это предполагаемая стоимость токена при размещении, или в размещении, предлагаемом размещении. Все, ничего не более, это, у меня никаких оснований, я сегодня просто могу сидеть, так смотреть в потолок, прикидывать, да, ну вот я там приобретал что-то, вот могу как-то сравнить, понимаете? Теперь второй вопрос, я еще к этому вернусь. Зачем взять период до июля 2020 года? Я об этом уже говорил, что нужен период, когда будет внутренняя притирка происходить. Мы еще не вышли ни на какие там, ни ICO, ни STO, у нас нету никаких, по крайней мере, я не видел здесь, скажем так, обозначений. ICO можно делать, там, большинство финансовых регуляторов разрешают его делать, если его правильно делать, но не STO, потому что за этим стоит, и мы потом посмотрим, что за этим конкретно стоит и что можно делать. Вот, что будет происходить в этот период? Вот, в этот период будет много что происходить, мы будем тренироваться, мы будем получать, мы здесь определенные знания, определенные навыки, и мы будем здесь, будем здесь смотреть, что будет вот здесь, понятно, да? И к чему мы придем со своими двумя тысячами, значит, токенами. Где-то там на площадке Ethereum, Ethereum, они, значит, могут остаться, но внутри у нас могут быть и другие некие, некие, как бы, учетные единицы. Так что все еще может происходить, дорогие друзья, я так, по крайней мере, предполагаю, это мое предположение, но не утверждение. Что будет проводиться в этот период? Много что. ICO, ICO, я так думаю, что будет что-то подготовлено. Вот, этот период на это и нужен, потому что пока дан только ряд возможных, ну, поле проектов, если мы будем, и когда мы будем смотреть, вот все эти картинки, вот это. Это, скажем, раундмапу или путевую карту. Третий вопрос. Смотрите, или третий пункт. Как я могу сегодня вести прямой сравнительный расчет своего действия по 2000 токенов? По-разному. Если предположить, что акции были получены по среднему дисконту, он примерно такой и был. Значит, здесь не в учет тот повышенный дисконт, который был в конце 2015 года, а начинаем с 2016 года. И практически разрешение или возможность была тоже не у всех. Это там определенный, определенное количество, по-моему, 50, что ли, 5 тысяч, что ли, ну, вот не буду сейчас утверждать сколько, но определенное количество тысяч человек получили это право. Сделать вот этот за обмен, так. И там примерно дисконт был один к 300, один к 200. Там по-разному можно считать. Тогда 100 тысяч акций обладателю мне, они обошлись 330 долларов, если это было по 300, и если это было по 200, то один к 200, то за 480 долларов. 100 тысяч акций. И это относится к полученным 2000 токенов. То есть они абсолютно адекватно на этом уровне. Теперь, если 2000 токенов столько-то не обошлись, да, забудем, что одна акция, ее номинальная стоимость доллар, это опять доллары сегодня, завтра 2 доллара, после завтра или через год после завтра вообще 10 долларов было бы, было бы, например, да. Мы тестируем, я лично тестировал, я только ради этого взял, чтобы я мог бы что-то говорить. В принципе, я не спешил брать вот эти свои 2000 токенов, я их взял только для теста, не более, потому что я не видел необходимости их срочно брать. И если это 2000 токенов было, то это, естественно, вот такая стоимость одного токена, или так называемая себестоимость. И тогда, вот если, предположим, на первое размещение мы так пойдем, и мы знаем, что до 2020 года, да, до лета продавать токены нельзя, мы просто будем сидеть на берегу реки и смотреть, как ука течет. Те, кто приобрели токены, вот в этот период, смотрите, извиняюсь, те, кто приобрели токены, вот в этом, в этот период, понятно, да. И это вот этот, это может произойти до, мы можем оказаться уже здесь, уже здесь, да, и здесь даже базовая цена 0,25, так, 0,25 здесь, да. Теперь посмотрим, что у нас здесь, а у нас здесь уже, видите, она уже выше, чем вот это все, понятно. То есть, большинство квалифицируется уже нормально. То есть, это, это вполне реально, и я, например, думаю так, что я не сильно промахнулся, что я приобрел эти токены 2000. Потестирую, это не самый главный бизнес в моей жизни. Вот, это первое. К чему приводит или мое, значит, представление, мои комментарии к этому поводу. И здесь не надо париться и высыпать себе ни пепел, ни песок на свою голову, тем более, если у вас хорошие прически. Первое размещение, я уже сказал, да, вот это такая вот арифметика, причем тут тоже интересная арифметика, друзья. Например, взнос на токены 1500, да, мы видим, что 1500, это здесь у нас, стоп, опять, я не узкор, мы идем. Значит, 1500, видите, 1500 я взял средний с 10% бонусом, да. Кто от 1000 до 1500 проинвестировал, он получит, соответственно, значит, еще 10% бонуса на разницу одна базовая цена одного токена 0,1, да. И это значит, что, это значит, что 15000 токенов, если предположить, что базовая цена так и будет 1,0, я так предположу, дружной бог с ним. Но есть еще 10%, заносятся еще токены и всего, значит, получается 16500, 1500 еще заносит, ну, как бы добавляется. Это соответствует капиталу 1650 долларов за вклад в 1500. То есть, уже есть какой-то налад. Теперь, если я это, понимаете, если я это сделал, если я это сделал, вот где-то здесь по времени, допустим, ну, я не знаю, там, новое, новое, вошел первое размещение, так, не стал ждать, тут ничего, там разные мюансы могут быть. Опять надо белый лист и белую бумагу читать, вот, ну, например, я не знаю, там, в ноябре месяце или в декабре месяце, да, вот, то все нормально. Я уже получил здесь, вот в этом пространстве, не в этом пространстве, а в этом пространстве я уже в плюсе. А здесь это лежит у меня на полке и ждет 1 июня следующего или 1 июля следующего года. Это тоже будет ждать 1 июля следующего года, понятно, да? Я его не смогу ни здесь продать, ни здесь по времени продать, понятно. То есть, в любом случае, если сюда построить сейчас временной ряд, то где-то здесь будет, вот, где-то здесь будет 1 июля 2020 года. Чем оно дальше здесь будет, тем лучше, понимаете? То есть, уже пройдут несколько размещений, и нам это будет интереснее. Вот сегодня мое представление таково. Будет белая бумага, тогда мы увидим и разберемся, так? Ага, есть. Можно ли будет переводить доли из одного, я уже сказал, еще составляют базовую цену. Еще составляют. Да просто взяли и рассчитали изначально, понимаете? На размещение. На размещение. То есть, базовая цена вот из этой логики вытекает, да? Сколько я из того, что на первом размещении есть намерение заработать 60 миллионов, так, чтобы это не сильно дорого было бы, да? Вот. И смотрится-то то, что здесь входит как бы новый, у него нету пакета там токенов, понимаете? И здесь видно, что токенов ноль. Видите, ноль. Начинается покупка. То есть, все, начинается с... Смотрите, здесь первый этап нулевой. Собрано средств сколько? Ноль. Наши средства там, они не идут в счет. Они в другом окне сделаны. Вот. Базовая цена? 0,1. Вот и все. Отсюда исходит. Из этого расчета. Чтобы привлечь, чтобы было бы, ну скажем, изюминка в этом деле. А мы свой изюм, свои грозди еще должны тут немножко посмотреть, поздать, как я вам уже говорил. Какая точная миссия токенов? Какова точная миссия токенов? Откуда я знаю? Я просто предполагаю, когда официально стартуют продажи, будет объявлено? А какая разница когда? Будет объявлено? Я не могу, я даже не буду предполагать. Может быть, об этом будет сказано, как есть, я может дать как феста. Но если вот я как человек слегка поднаторевший в этой жизни, то я думаю, что это зависит в первую очередь от технического состояния платформы, его подготовленности, да, от готовности, окончательной готовности. Есть целый ряд еще вещей, которые на платформе здесь не отрабатываются, они, возможно, еще отрабатывают дополнительно, да. Вот. Какие-то еще расчеты должны быть проведены, может быть, а от этого зависит срок, там может еще есть какие-то соображения, стратегические соображения, абсолютно даже не расчетные, когда это выгоднее всего вывести. Там же маркетинговые нюансы тоже есть. Так, не важно, сколько они стоят, важно то, что их можно купить, начинается с... Правильно, да, третий вопрос, правильно. Кузинцов, Вадим, когда будет доступ для покупки токенов инвесторам в Скавейке? Будет известно, сейчас ни у кого нет этих, ни у Скавея, ни РСВ, нажмите, значит, на «Покупите», что вы увидите в РСВ. Ничего не увидите. Ровно как и всем остальным. То есть объявление будет, дорогие друзья, чтобы... И второе, чисто организационно. Если бы даже сегодня я поимел бы возможность продавать, то это, во-первых, противозаконно. Нельзя продавать, нельзя предлагать токены, даже по внутренним размещениям, в непрозрачную схему. Я должен видеть белую бумагу. Так, то есть, вместо того, чтобы не попали в акции обмена. Значит, то есть... А, ну вот, я думаю, так, что... Я думаю, здесь будет еще какое-то окно, дорогие друзья. Вот мое мнение. До этого момента, может быть, еще будет... Вот, хороший вопрос. Спасибо, кто там... Это Кузнецов у нас тут старается. Вопрос хороший давать. Понимаете, ведь до этого еще... Вот, что еще напрашивается? Я так сижу, потолок поглядываю. Еще напрашивается такой нюанс, что может быть еще обратный выкуп тех токенов, которые были? Которые были выданы? Я не исключаю этого. Может быть, еще какой-то... Какой-то обмен акций на токены? Вот на эти токены. И это тоже может быть? О чем Анатолий Эдуардович об этом говорил весьма. Понимаете? Он обозначал, что будет, будет, будет. Какие-то категории смогут вернуть и так далее. То есть до этого момента еще какие-то надо будет операции произвести. Может быть, этот расчет тоже показывает, что нельзя еще завтра стартовать. Не знаю. Это мои предположения. Так, значит, Светлана, друзья. Владимир Маркович, сейчас вы сказали, взнос на токены 2000 долларов, да? Токены, да? То есть, если еще внесли... Нет, если внесли, конечно, я просто говорю, я рассылаю, если я внес бы, например, да? Это я, значит, Светлана, смотрите. Это же надо смотреть. Я же здесь что рассуждаю? В моем представлении и комментарии. Если бы это было бы, первое размещение может означать следующее. Первое размещение может опозначать следующее. Когда оно вдруг или не вдруг, а объявлено будет, начнется, то, например, взнос. Например, взнос. Из чего я исхожу? Я исхожу из того, что здесь сегодня написано. Понятно, да? Вот из этого исхожу. Я взял пример по максимуму, ну, чтобы был бы какой-то там диспорт. Я мог и этот пример взять, понимаете? Я мог и этот пример взять. Здесь есть шкала мотивации суммы, да? В два раза больше, если 5000, чем 1500. Вот я взял этот пример, 1500. Все. Ничего более. Понятно, да, Светлана? Людмила, хотелось бы, хотелось бы знать новости. Какие новости? Новостей на рынке много. Вот здесь новостей много, дорогие друзья. Так, новости только, что Алексей Дьяков. Спасибо ему за помощь, кто там еще сегодня помогает. Вам всем спасибо. Значит, новости он показывал. Заходите в кабинет, там новостей каждую неделю выше крыши. Пожалуйста. Я не новостная, значит, колонка, это вебинар. Я стараюсь поделиться тем, что я знаю. Иногда даже тем, чего я не знаю, я предполагаю. Поэтому вот таковы и дела, друзья. Так, он, когда был обмен, то обещалось на официальном уровне, что один токинг будет приравниваться 50 долларов. Ну, он так и предприравнивался, что там говорить? Лай. Он и был так. Выгода не очевидна. То есть, 100 долларов стоит выше, стоит совершаться на токенах при обмене. Значит, ну, кто вам сказал? Лайн, Леонтон, или этот самый, Лев. Ну, дорогие друзья, ну, вот вы, вы, я не знаю, или вы, значит, зациклены, ведь еще никто ничего не сказал. Вот, что здесь сказано? и объявлены ли или нет, здесь дана вероятная возможная схема размещений. И о чем я здесь могу тогда говорить? При обмене потери получилась существеннее. Какая потеря, что вы потеряли? Вы как отдали свои, сколько там, сейчас я вам покажу, вы как отдали тогда свои, значит, или же 330 долларов, или же 480, или за токен столько и за токен столько. Все, ничего более. Понимаете? И какие 200 получится, на выходе получится 200 долларов, какие 200 долларов у вас тут получается? И когда вы будете, на каком выходе, где вы выходите, дорогие друзья? Вы хотите сказать, что здесь уже 2020 год, 2020 год и 1 июля, что ли? Я очень сильно сомневаюсь. Какой выход? У вас лежат, они там и лежат. Вы смотрите, ага, сегодня не постолько, а завтра они уже постолько, а послезавтра они уже постолько. А продать вы их не можете? А если они будут на выходе вот по такой цене, что вы тогда скажете? Поэтому мы сегодня просто предполагаем, как этот процесс пойдет, и что действительно очень трудно предположить, это зависит от того, как будет маркетинг подготовлен. И еще, кстати, вот спасибо за ваш вопрос, он меня еще раз наткнул на то, что от чего зависит, когда начнется, от того, как будет маркетинг подготовлен. пока он хреново подготовлен. Это мое личное мнение. Вот и все. Поэтому сижу тут разглагольствую. Это надо честно признаться, потому что этого никто никогда еще не делал. Да, привлекли советников, привлекли помощников, но всяко бывает. Так, что там у нас еще спрашивают? Строительство Эмирата. Так, 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 выдача, так. Благодарю за разъяснение. Спасибо. Вот отлично. Спасибо за обратную связь с Светланой. Как продвигается строительство Эмирата? Вы знаете, я не знаю, я не следил за этим, но я знаю, что там идет строительство, там ведется, по крайней мере, Анатолий Эдуардович обещал, вернее, не обещал, а заявил, что там начнет работать полностью наша компания, начнет управлять через консультанта, но наша компания не с, там, скажем, только наши управляющие, а вообще наши рабочие начнут, а это тоже надо организовать, это себе дороже, там, нанимать, вернее, пользоваться услугами тех работников, которых нанимают, там, подрядные компании, которые пользовались или пользуются сейчас еще там. Работы идут, работа идут. Следите за новостями, там, головная компания очень неплохо подает такие новости, поэтому я не беру сейчас это комментировать, это не примарная для меня линия, где я должен быть, ну вот так вот с ниточки или, скажем, с первого щелчка, вам говорят, о, там вот это, вот сейчас построили это, не знаю, но слежу так одним глазом, знаете, как старые, я так приглядывал, что-то творится, смотрю, что шевелится, шевелится неплохо, результаты могли быть побольше и лучше, вот и все, что я могу сказать, но тут можно по-разному размахивать руками. так, все понятно, тогда получается, неизвестно, с какой целью, конечно нет, правильно, супер, вот вы меня порадовали, сегодня, я сегодня очень спокойно лягу спать, даже лев разобрался, не даже, а разобрался, и это хорошо, это радует, потому что я сегодня с одним коллегой, коллегой, значит, до хрипоты вроде бы, вот потом он признался, что он специально меня, значит, натравливал, мы с ним говорили, ну ты пойми, пойми, что это пока прикидка, ничего более, никто нигде ничего не утверждал, поэтому еще и нет белой бумаги, white paper, понятно, все поняли, спасибо вам, дорогие друзья, за хорошую обратную связь, вот, отлично, пойдем дальше, у нас есть еще что тут по переменам молоть сегодня, так, здесь все понятно, второе размещение, второе размещение, я уже говорил, я не буду возвращать, мы сегодня знаем исходные цены токена, хотя базовая 15, какого числа начнется, не знаю, все, идем дальше, то есть я предугадал ваши вопросы, теперь давайте немножко посмотрим по round map, или по путевой карте, она вся на английском языке, но не тушу, здесь нас, я ее только привел из-за гану, которые здесь обозначены, раз, 19, мы сейчас находимся здесь, и это осуществляется, сейчас, да, этого немножко для маркетинга мало, это такая хиленькая схема путевой карты, она должна быть вот такая, чтобы выйти, с этим можно выходить, ну, лучше вообще не выходить, обозначать, это обозначено, чтобы заполнить пространство, вот мое мнение, извините, мое мнение, с вами илюзивое мнение, теперь, 2020 год, то же самое, единственное, что меня здесь зацепило, это Skyway, всего длительность трасс, который будет в 2020 году оценивается в 50 километров, это будет осуществлена, значит, высокоскоростная и там определенное количество в Подмосковье, в Подольске, там 5 или 6, 7 километров, 6 километров, по-моему, в Экотехнопарк, здесь не учтены ничего, другое, потому что оно еще не зафиксировано документально, да, вот, и значительно больше может быть, я так думаю, что будет значительно больше километров еще на 20 может быть больше вот этого цифра здесь, ну ладно, на 15, а может быть и на 20, в 20-ом году, но радует то, что с 2020 по 21 год, 21-23 год, здесь уже будет оформлено, в проекте будет находиться 400 километров и длина уже построены, скажем, с которых можно уже зарабатывать, 125 километров, это 21-й год, и вот здесь уже, как я и предполагал, я отсюда, опять-таки я, никто иной, просто я делюсь с вами, да, могу предполагать, что прогноз, который я вот для себя в голове отложил, что здесь можно уже какие-то, какие-то серьезные, ну, не серьезные, а более-менее о дивидендах говорить, не из-за 125 километров, и не из-за того, что это, это будет показываться в другом месте, это будет показываться на платформе, которая начнет работать, да, понимаете, и это будет вот, вот мы здесь где-то будем, может быть здесь будет, понимаете, здесь стоит 2, 1 миллиард, 2 миллиарда, 4 миллиарда, понимаете, и это все зависит от маркетинга, а маркетинг где? Маркетинг здесь, вот в этих цифрах, в том числе, в том числе, и маркетинг в том, в каком коллапсе будет, значит, так называемый мировой трафик, локально и в целом, то есть по местам, по определенным точкам и в целом, а он уже там, где есть. У нас сегодня была связь, приведу просто такой вам, это почти как анекдот, итальянцы, ну, итальянцы есть итальянцы, они далеко не немцы, в хорошем смысле этого слова, да, вот, и в плохом смысле этого слова, но, значит, они более-менее выдерживали временные рамки, у них тоже стало ключевым словом, когда они опаздывают, трафик, я думал, что это присуще только недели, нет, это зараза уже и в Европу перебралась, и вот мы сегодня сидели, 25 минут ждали, трафик у них там, понимаете, который обычно люди еще не привыкли перестраивать свое время, я уже стараюсь от Сталин, перестраивать свое время, знаю, и то иногда прилетают, или не кстати. Значит, теперь 21-23 год, я думаю, что здесь будет больше, это мое представление, здесь будет больше километров уже к тому времени, и это будет тоже где-то уже в два раза, наверное, больше. Здесь 24-й, столько, 27-й, уже 7,5-й, так, вот, и фактически, значит, строительство можно оценить вот здесь, да, строительство будет по 1500 километров в год, по 1500 километров в год. Это значит, что в 31-му году, в 31-му году мы находимся в 19-м, то есть за 12 лет, будет построено почти полтора миллиона километров. Вот где пойдут хорошие дивиденды, дорогие друзья, понятно, да, на будущее. Вот я себя-то вижу, что вот здесь уже можно так. Причем, я вас должен обрадовать, дорогие друзья, что если здесь, вот здесь у нас, мы рассчитывались долларами, то мы не знаем, что будет уже здесь, будут ли это доллары, а акции, токены, они как были акции, как были токены, они будут. Поэтому здесь много нас ждет, очень много интересных изменений. и к этому тоже надо быть готовыми. Я не исключаю, что вот здесь финансовые эксперты это тоже немножко продумывают и тоже прикидывают, потому что до конца этого года мы будем иметь интересную информацию. Скорее всего. так, еще пошли вопросы. Так, 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 сколько лет нам теперь осталось ждать. это будет. Евгения, ну, сколько, что вы считаете за выплаты? Возможность продавать, вот, у вас появится с 20-го года следующего года, а выплаты, ну, там, мне вот, например, сегодня я заодно на него и отвечу. Выплаты. какие выплаты вас вообще как выплата как таковая интересуют или вас интересует серьезная выплата? Вот еще вопрос. Если у вас серьезная выплата, то надо немножко подождать. Я же не говорю, что вот здесь, я буду здесь серьезная выплата. Выплаты будут уже здесь. Будут выплаты? Понимаете? Но сколько на одну акцию? Если, например, у вас, у вас 10 миллионов в акции, а у меня один миллион акций, и если по, там, не знаю, по одной тысячной, по одной тысячной доллара будут дивиденды, одной тысячной доллара дивиденды на одну акцию, да, то, значит, у меня будет, у вас будет 10 раз больше, чем у меня. Вот и все. Но сумма, сама абсолютная сумма будет небольшая. Понимаете, да? сравнительно. Так что, поэтому очень трудно сказать, сколько это будет, но будут, значит, как, сколько лет нам теперь расслабить, ждать-то, сколько. Причем, знаете, вот до выплат, выплаты, определенные выплаты могут здесь быть. Как Анатолий Дарыч говорит, но определенные. Понимаете? По мере возможностей. Они могут и здесь пойти. если есть категория людей, которые хотят получить, продать свои акции, то есть им деньги нужно, то можно здесь будет где-то продать. После 22,000, и даже может быть период до 2000 года. Если будет накопление, здесь пойдут деньги, с ними можно оперировать. Уже с ними можно оперировать, понимаете? потому что будут взяты акции в оборот. Так, последний раз, в чем тогда разница и преимущество между долями и токенами? Все разработки уже все разработки уже последнего обещали доли прибыли со всем разработок. Никто разработки лайн, вот никто значит лет, никто не разделял никакие разработки. Они есть, как были, так и есть. Акции, как были, так и есть. Теперь вопрос только в том, что одно дело, вы вошли в основную технологию, не забывайте 15 этапов, вы вошли в основную технологию и прошли, 15-е закончились, акции перестали вообще выдавать как залогные документы. Капиталь, например, и в РСВ. как залогные документы перестали выдавать, все, они завершили. Теперь все, но уже к этому моменту может быть, все зависит от того, когда 15 этапов закончится, здесь, 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 может быть, здесь, а может быть, здесь закончится. А по временной шкале что здесь будет у нас? Я не знаю сегодня, понимаете, можно предполагать только. Поэтому и токены, и акции, они различные, ну, как бы у них разные способности, ключи в разной комнате. Вот в чем вопрос. И поэтому обещали с долей прибыли. Конечно, с долей или с акцией, с акцией, скорее всего, обещали прибыль. Она есть прибыль, она и будет прибыль. Это прибыль, даже не прибыль будет, а это будет дивиденды, они называются дивиденды. Это выгода, которую получают акционеры, имеющие акции, доли, как вы их называете. со всех разработок и со всех работ будет идти, естественно, так и будет идти в первую очередь. А токен, это совсем другой момент. Токен, он, как вам сказать, токен, он дает эффект, да, там есть вариант, когда токен, может быть, выпущен такой токен через СТО, который будет связан с акцией. Это другая история, я не буду сейчас вашей мозги этим делом заморачивать. Я потом немножко скажу об этом, но не более. Поэтому не волнуйтесь, и никто вас не обижает, и не объезжает на газе. От токена выплаты или анализации. От токена выплат, опять, какие токены? Понимаете? Зачитывает вслух вопрос, на котором отвечали. Но это от токена выплаты или реализации. А, вы не видите вопросов. Спасибо, Ольга. Последний вопрос. В чем тогда разница и преимущества между долями и токенами? Сейчас объясню. Объяснял расплывчато, еще раз объясню. Акции, есть акции ретурдоли, и они получают, как и было обещано, с них будут дивиденды на них. А токены, если токены привязаны не с СТО, я не знаю, какие токены, нет описания токенов еще. Что за ними стоит? Я сейчас вам покажу, что за ними стоит, и мы к этому еще вернемся. Я сейчас уточню это все, так? Токены, выплаты или реализацию. Большая просьба, зачитал. Теперь, ладно, пойдем дальше, смотрите. Что написано в договоре при приобретении токенов? Когда надо посмотреть. Я уже предвидел ваши вопросы. Смотри, там четко написано, что 2000 токенов в проектах Skyway, Skyway, значит, токенов, так называлось, являющихся, по сути, инвестицией, финансирующей создание технологического интеллектуального центра Skyway, предоставляющего инвестору, вот, имеющего эти токены, это право на получение доли прибыли от каждого реализованного адресного проекта, да, то есть, это мне говорит о том, что вот эти токены, которые мы были 2000, да, вот они, которые были сделаны вот здесь, в нулевом окне, что это такие токены, которые, значит, будут приравнены к процессу STO дальнейших. И это мне дает основания предполагать, что еще что-то будет. Токен это единица учета, не являющаяся криптовалютой, предназначенная для представления цифрового баланса, не более пока обычный токен, да, в некотором активе, то есть, ну, в некотором, как бы, банке активов, что-то есть, и за ними, вернее, что за ними что-то стоит. Запись в регистре, распределенная, распределенная в блокчейн цепочки, вот что такое токен, а что за ним стоит, кроме блокчейн цепочки, должно быть очень четко обозначено. Здесь более-менее четко обозначено, но есть вопросы. Что из этого можно следовать, как мы определим наши токены? Вот я задался вопросом, какие могут быть три типа токена? Платежные токены это как жетоны, в некоторых случаях развить необходимую функциональность и стать принятыми в качестве средства оплаты в течение определенного периода времени. Это платежные токены. Наши токены скорее всего пока еще не платежные, такие выпускались, а может быть им и такая функция будет. Или сервисные утилиты токены. Эти токены представляют владельцам доступ к текущему, или предполагаем продукту и услуги. Вот наши тянут на это и прямо подходят токены безопасности, security токены с особыми характеристиками, которые обозначают и означают, что они соответствуют определенным определениям указанных инвестиций, таких как акции или долговые документы. В нашем случае это имеет смысл. Когда они естественно будут соответствовать получению доли прибыли. Эти нет. Понятно, да? так, 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 да, Людмила, обычно ваши регионеры всегда более оптимистично звучат целый месяц. неужели за это время позитивно все но слушайте Людмила, это вы там очень негативное. Я сегодня только не говорю, да, правильно, много вопросов было, я еще вопросам не подходил, а уже 55 минут говорю, еще буду сейчас о них, раньше не стесняюсь поделиться новостями, я новостями вначале поделился, чтобы был на конференции, других новостей нет. Так, Андрей, разы выдели равна одна песня доля одного, не знаю, Светлана, если человек умер, доля в капитале осталью наследство в собственном зарегистрировании можно подвести долю в кабинете. Я думаю, что да, как только он оформит свои нотариальные свои права наследования, это можно будет сделать, это подается заявка со всеми приложенными документами нотариальными документами наследования и приезд этот период можно будет перевести. Это не представит большого труда и технический, и юридический. Так, идем дальше. А дальше пустой лист. теперь, дорогие, нет, я еще не прощаюсь с вами, как уже час прошел. У меня тут масса, видите, масса вопросов. Вот. Я очень позитивно, ведь, смотрите, я здесь тоже очень позитивно, не знаю, не каким-то скучным голосом вам, наверное, говорят. Для меня это дает позитивную схему, друзья, это очень позитивная схема, по-первых, да, и это дает возможность широкий раздолье для предположения, но я жду белую бумагу, ничего не поделаешь, такой уже вредный человек. Вот. И теперь перейдем к вопросам, перейдем к вопросам. Так, Владимир, у вас много однообразных вопросов по токену, поэтому желательно вам выдержки, мудрости, терпения, Бог с вами и с нами. Но это был вопрос по желанию. Вот такой вопрос, нам за 100 тысяч акций дали тысячу долларов, получается, за те же тысячи нам продали 2000 токенов, тем, кто получали, да, 10, получается, что токен нам продали по 0,5, а сейчас кабинет, я уже на этот вопрос ответил, дорогой друг, который ты мне задавал, или кто вы там задавали, будет теперь расчет количества токенов, добавит нам еще токенов, вы знаете, и даже такое, я даже не исключаю, что у меня проскакивала такая мысль, что может быть даже в какой-то момент вот тем, кто здесь входили, смотрите, тем, кто вот здесь входили, могут быть какие-то еще до зачисления, не исключаю, вполне возможно, может быть, и это считают, сколько нужно еще до зачислить, вот этот расчет тоже может быть не проведен, потому что тут же надо очень много алгоритмов просчитать, дорогие друзья, так что все может быть, не исключаю, даже где-то интересно, я бы хотела поднять вопрос обратного обмена токенов на акции, возможно в связи с изменением правила будет возможность для этого токенов на акции, а каких токенов на какие акции вы не узнали, поэтому то, что я говорил, что, например, я так думаю, что за счет вот этих токенов, которые здесь будут приобретены, можно будет обменять где-то на акции, но вопрос-то в том, надо ли будет это обменить, потому что я не знаю, какой токен, что в него записано, какой его статус, помните, я здесь вам показываю, какой токен будет, какой токен это будет, и что за ним будет стоять, таких как акции, тогда зачем их обменять, а может быть, и можно будет, то есть за токеном стоит акция, я, например, могу какие-то акции, статус этих токенов наш изменится, что-то можно будет обменять, сегодня я не знаю, не могу вам точно сказать, когда будет доступна Белая Дума по криптоактивам, не знаю, должна быть уже давно доступна, она номинально обозначена на сайте, в кабинете, что нам ссулят токены в случае приобретения, с чем мы останемся, если от них откажемся, подробно, ну вот, насколько мог, и что, и с чем мы останемся, если от них откажемся, ну, вас никто не заставляет, короткий такой, каверзный вопрос, значит, еще раз зачитаю, что нам ссулят токены в случае приобретения, и с чем мы останемся, если от них откажемся, подробный анализ, Останетесь при деньгах, которыми, может быть, нечего будет делать. С долларами, например, или с рублями, или еще с чем-то. Даже причем более опасно с долларами, наверное, будет остаться, чем с рублями. Вот. А с чем мы останемся? Ну, или если вы имеете в виду те токены, которые, значит, были, ну, скорее всего, вы задаете вопрос про токены, которые вот здесь у нас будут, да? Ну, я не знаю. Вот это и будет у вас, что я вам объяснял уже. Я надеюсь, в какой-то степени я хоть косвенно на ваш вопрос ответил. Будет ли еще когда-нибудь обмен доли на токены? Не знаю. Может быть, и будет. Ну, или вот в этом окне. Вот здесь. Уважаемый Владимир Маркович, пожалуйста, поделитесь вашим мнением и позиции в отношении приобретения токен в настоящее время. А в настоящее время никакого возможности нет. Нет еще возможности приобретать токены. Не открыто это. Этот процесс, он не объявлен. В настоящее время. Вы всегда очень четко, убедительно и предлагаете. Ну, вот насколько мог, поразглагольствовал здесь. Думаю, что кому-то от этого была польза. Вот. Для размышления. Поэтому еще раз, пожалуйста, поделитесь ваше мнение и позиции в отношении приобретения токены в настоящее время. Я буду, как только увижу белую бумагу, я тогда могу точно для себя решить и могу поделиться с вами. Пока я не могу решиться. Я вам уже объяснил, что две тысячи токенов я приобрел или оформил, скажем так, только лишь для теста. Я бы, если было, значит, просто приобретение по тем условиям, которые были тогда изложены, я бы их не... Меня никто не убедил для того, чтобы я должен был это сделать. Я это сделал для теста. Поэтому не спешите. Никто никого никуда не гнал. Так. Ну, например, я... Так, тут длинная там, значит, хвалебная для Смига и Ховратова. Значит, за июнь, что там Ховратов озолотил Скайвей-компанию. Не знаю. То, что заявляет Ховратов в этом самом, ну, может быть, это и так, а может быть, это маркетинговый ход. Я не видел этой цифры. Вот, скажем так. Можете задать этот вопрос головной компании и спросите, сколько фонда Слиг перечислил в июньском отчете. Значит, вот. Причем это все, значит, я не беру сейчас здесь в эфире это комментировать, к сожалению, или к счастью. Почему критикуем? Потому и критикуем, потому что есть очень много, скажем так, мест, которые могут подставить инвесторов, которые это делают. Вот и все. Только вашу защиту, ничего более. Надо подбирать эти вещи, приводить в порядок. Понимаете, что мы в 2016 году делали. Тут и Алексея Сухотой прошлись до сих пор, получая свои эфиральные миссия, да. Ну, в общем, какая там есть дурацкий вопрос. Но он не дурацкий, в какой-то степени правильный. К сожалению, мы вынуждены на это делать. Потому что, вы понимаете, значит, я по-разному могу здесь предполагать, как набираются сомны инвестиций. Я не могу сейчас говорить. Я извиняюсь, мой телефон оказался включенным. Значит, поэтому давайте сейчас не будем про свит больше говорить. Отключать чат во время вебинара, вопросы задавать по ААА. Ну, вы знаете, что сейчас только есть чат вопросов. Так, по чату вопрос один. Больше, более жестко реагировать на тролли и негативщиков. Ну, стараемся. И последний вопрос. Прекратить критиковать другие фонды инвесторов. Вместо этого лучше двигаться к одной единой цели. То есть, к завершению 15-го. Да, стараемся это делать, дорогие друзья. Конечно. Я не критикую, я просто говорю о слабом месте. У нас тоже есть слабые места. Очень много причем. О них мы тоже иногда говорим. Я более ничего плохого не проповратываю. Я не говорю. В декабре часть акции Токин. Деньги, так сейчас вопрос будет ли. Был еще такой вопрос. Но он повторяет уже сказанное, но я их вот зачитаю. Вопрос. Будут ли дивиденды на обмененные акции? То есть, человек имел в виду, что он 100 тысяч акций или доли, он пишет доли, да? Он обменял до декабря или в декабре 2018 года. И он пишет, что они работали на нашу прибыль. Но это не совсем корректно сказано, но я понимаю, что он за этим имеет в виду, что для человека, который имел, наличие этих акций должно было работать на прибыль. Если в случае или когда будут выплачивать дивиденды за 2018 год, то все, что продано до 31 декабря, неважно, это было сделано 1 января или 31 декабря, пока таковы правила, да? Дивидендов получать не будет. Это, кстати, написано и в договоре обмена токенов. Если кто его внимательно читал. Я это не стал показывать, когда он зачитывал. У меня здесь не было. Вот это выдержка из договора. В договоре, да? Вот. Поэтому не будет таковы правила. Но бывают случаи, которые иногда предполагают, что кто продал, допустим, во второй половине года, то тем зачисляется определенная пропорция. Но это такие более закрытые компании, как делаются. Нет таких публичных, как у нас. И много-много-много-многотысячных компаний. Так, есть еще вопросы? Так, медиа имеет в виду обмен. Ну, это повтор. А к кому обратиться с вопросом? Когда мы сможем увидеть токены Sky, которые мы получили в свиге в обмен на акции? Это каждый фонд сам решает или головная? Хороший вопрос. Ольга, я... Это все-таки каждый фонд, если вы в свиге это делали, то в свиге надо обращаться. Вы, значит, как вам сказать? Я, например, свои обменял в РСВ. И я пошел в кабинет РСВ, и через этот кабинет я перевел на свой счет, на свой счет, на, скажем так, на свой блокчейн-счет. Я это сделал так. Скорее всего, надо все-таки через свиги. Не скорее всего, а надо делать. Не через капитал, потому что я приобретал там. Капиталь у меня это нужно, могу сказать. У меня было возможность обмен только в свиге. Да, ну, была такая возможность в свиге, и надо вам... Значит, где-то они у вас там отображены. У меня, например, был счет в... А нет, стоп. Все равно у вас должен быть отображено и в РСВ, по-моему. Я, к сожалению, не могу вам точно сейчас сказать. Я буду только предполагать. Так, есть еще вопросы. Нет больше, дорогие друзья. Я вас всех благодарю. Желаю всем хорошего лета, позитива больше, внимательности. Не поддавайтесь. Мы вышли только, что 2-го числа мы вышли из затмения, или прошли из затмения. Вот, не поддавайтесь ни на какие провокации своего личного эго, в том числе, которое, как маленький сатаненок, нашептывает на левом причинах разные вещи. Всегда трезво взвешивайте, насколько это реально, насколько нет. Не подозревайте в подвохе, но не допускайте, чтобы вас где-то на козель кто-то объехал. Будьте внимательны, старайтесь разобраться во всем, что мы с вами и делаем, дорогие друзья. Поэтому желаю вам всем доброго здравия, берегите себя, своих близких, строй скорей, спасай планету.